МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Как успехи? У кого что получается, пишите в комментарии, пишите в личку, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Сегодня, как и обещал, я бы хотел рассказать немножко про язык. Это отдельная большая тема, фразировка джазовая, фразировка классическая. Но основное, то, что я бы хотел до вас донести сегодня, правильное положение языка во время игры. Их существует несколько, это зависит от слогов, которые вы произносите. Ну, мы сейчас чуть позже это обсудим все. Важно понять следующее. Ваш язык должен уметь складываться вот так вот. Ровненько, чтобы ни одна половина языка никуда не заваливались. И примерно в таком вот положении, положении лодочки, он поднимается наверх к лобиолам. И получается положение языка, как будто бы слог х, 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 как будто бы слог хи. То есть края языка прижаты к лобиолам, к деснам, к бокам зубов. И получается слог хи. Упражнение такое. Делайте квинту. Делайте хи-хи. Нужно делать именно хи-хи, хи-хи, хи-хи. Ни в коем случае не хи-хи, хи-хи, хи-хи. Хи-хи это ошибка. Хи-хи, хи-хи. И соответственно, на мой штуке это звучит так. А хи-хи будет звучать вот так вот. Слышите, пропадает плотность звука, пропадает устойчивость нижнего тона. Именно хи-хи нужно делать. Слышите, пропадает плотность звука. Еще очень важно в этом упражнении, чтобы не размыкались губы между собой. То есть вы должны делать. Центр губ должен быть постоянно сомкнут. Губы не должны размыкаться. Иначе в этой квинте будет такой провал очень неприятный. Вот. И собственно говоря, вот в этом положении. Хи-хи, хи-хи. Естественно, все это нужно делать на весь диапазон в данный момент у вас получающийся. И вверх, докуда доходите, и обязательно уходите вниз. Педальный регистр тоже очень важен. И важно его отрабатывать и базингом, и базингом на мундштуке. Единственное замечание по поводу педального регистра базингом. Но очень важно следить, чтобы губы не расползались. Потому что в нижней тесситуре, если вы уходите... Есть опасность расползания губ и делать... Так вот. Это ни в коем случае нельзя допускать. Аппарат должен быть собран. То есть доходите вниз до туда, где у вас аппарат еще держится, и губы имеют возможность собраться. Так, теперь вот что. Следующий слог. Хи-хо. То есть вот обратите внимание, когда вы произносите эти два слога, что делает язык. Хи-хо. 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 То есть бока языка должны прижиматься к алвеолам, к основанию боковых зубов, а корень и средняя часть языка уходят вниз. То есть получается... Хи-хо. 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 Слышите, как меняется на хо звук такой, становится плотный, широкий, большой. Это можно использовать в балладах, например, когда вам нужно красиво сыграть какую-то балладу, ее сыграть на хо таким большим широким звуком. Да, и, конечно, очень важно соединять эти квинты, да? Делайте хи-хи на слоге хи. Либо на слоге хо соединяйте их. То есть вы делаете хи-хо. О-о-о-о-о. То есть если вам нужна мелкая техника, верхний регистр, вы делаете хи и играете спокойно. Технику, верхний регистр, очень технично получается, там переходы все очень хорошо звучат. Если вам нужен широкий красивый звук для баллад, для каких-то кантилен классических, вы просто делаете хо, и у вас с большим широким звуком все это играется красиво. Но, к сожалению, в ущерб технике получается на хо очень трудно играть мелкую технику и трудно уходить в верхний регистр на хо. Ну и раз уж мы хи делаем, прям рядышком атака кончиком языка наверх, в небо, получается он в бугорок за верхними зубами. Такое мелкое-мелкое движение, очень быстрое получается. В отличие от атаки, которую учат всех в музыкальной школе семечки сплевывать, все наверняка проходили период сплевывания семечек, она более экономичная, более эргономичная, потому что быстрая такая. Маленькое движение, нету большого вот этого движения, которое и аппарат может задеть, и как-то все это неуверенно очень, и киксов очень много при этой штуке. Здесь маленькое мягкое движение языком. Такое должно получаться мягкое английское... Мягкое английское Т как бы. Нечто среднее между Т и Ч, даже, наверное, ближе к Ч. То есть я стараюсь выговаривать Т, но получается Ч, получается, как будто бы. И упражнение. Хи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- того штриха той атаки, который вам нужно для вашей музыки. Теперь следующий слог тихий. Очень важно, чтобы и краткая, на конце которой вы произносите, она была продуваемая сквозь горло. Связки не должны мешать проходу воздуха. Тихий, тихий, тихий. Ну и так на весь диапазон, который у вас получается в данный момент. Очень важно, чтобы не было никакого перекоса языка в этом упражнении, когда вы делаете тихий, чтобы он не заваливался ни в одну, ни в другую сторону. И очень важно следить, чтобы и краткая была продуваемая, продыхаемая. Даже, может быть, немножко с усилием хи вот это делать, и краткую, с небольшим усилием диафрагмы потока воздуха. Будет немножко уставать задняя часть языка, задняя средняя часть языка будет уставать, и со временем вы сможете увеличить и скорость, тихий, 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 сделать это быстрее и более четче управляемый. Будет очень мягкий такой красивый стрих. Давайте поговорим немножко про джазовый тушь. Слог Б. Очень важно постоянно держать, как бы произносить слог Б в губах. Есть ошибка делать ТА-БА-ДА-БА-ДА-БА. Это очень медленно, непродуктивно и будет все время коряво звучать. А если вы будете в губах держать Б, тут эта вся мелкая техника джазовая. Она будет очень хорошо получаться, технично, так, бодренько. А для начала нужно просто медленно это отработать, держа в губах Б. То есть вы играете ТА-БА-ДА-БА-ДА-БА, постоянно держа в губах Б. Естественно, все это упражнение нужно делать на всех регистрах, и вверх, и вниз, туда, куда у вас получается. То есть, докуда вы сможете доходить, контролируя то, что вы делаете. Очень важно в этом упражнении следить, чтобы губы не размыкались, чтобы не было разрыва в этом Б. То есть, все время ощущать, как будто бы... То есть, если губы будут размыкаться, получится такой рыхлый, очень неприятный штрих. Джазовые туши обязательно нужно сделать. Это такая черновая, достаточно неприятная черновая, долгая работа. Но потом вы просто получите огромный кайф, играя такие быстрые пассажи. И они будут звучать прям как горошинки, как вот у Клиффорда звучит, как у Фредди Хаббарда звучит. Это будет такая очень правильная джазовая фразировка. Теперь давайте поговорим про легованный язык. Л. Язык все время в положении Л. Кончик языка упирается в бугорок за верхними зубами, и как бы получается Л. И в этом движении языка главный слог Л. 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 И упражнения такие. Л. 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 Это получается в первую, когда акцент идет в первую долю. И когда акцент идет на третью триольную восьмую. Я все это показывал вам на мундштуке, чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть с аппликатурой. Я понимаю, что не все из вас хорошо знают гаммы, но на трубе это, естественно, нужно отрабатывать. И все эти гаммы, все-все-все, которые есть, все 12, нужно отрабатывать. И на трубе вот этот легованный язык звучит следующим образом. В этом штрихе L должно быть очень активным. Такое, прям на хорошем мощном дыхании. Чтобы L не слипалось и не было таких слипшихся ноток во время игры, нужно обязательно перед L произносить D. Это то, что касается дуольного деления. Восьмушки, шестнадцатые по две ноты. Есть по три ноты. Также легованный язык на триоле. ДА-ДЛО Произносится он. ДА-ДЛО 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 Вот это О, оно в конце с таким с небольшим акцентом, толчком диафрагмы. ДА-ДЛО На трубе это звучит следующий модульно. Но триольки еще можно играть на первую долю, очень часто используется в джазовых оркестрах, в биг-бендах. Этот штрих звучит так. То есть акцент делается на первую долю. То же самое. До-дло, до-дло, но акцент на первую долю. Акцент диафрагмы не на третью восьмушку, а на первую. До-дло, 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 до. Есть еще на четыре ноты. Лигованный язык. ДА-ДЛА, ДА-ДА-ДЛА, ДА-ДА-ДЛА. То есть на последнюю восьмушку, четвертую, акцент, толчок диафрагмы. ДА-ДЛА, ДА-ДА-ДЛА, ДА-ДА-ДЛА, ДА-ДЛА, ДА-ДЛА. Вот это среднее между второй и третий получается. ДА-ДЛА, 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 ДА-ДЛА. На трубе это звучит так. Еще есть лигованный язык на пять. Дад-ло-од-л. Две восьмушки в середине, две О, они должны быть разные по звучанию. Получается Дад-ло-од-л. Показываю. И комбинируя эти штрихи, вы можете добиться очень интересных полиритмических сочетаний, применимых как в балканской музыке, так и в музыке джазовой, в классике. Не знаю, наверное, нет. А может быть и да. Тема джазового языка, она достаточно большая, и придется посвятить ей еще не один урок. Но для начала вам, наверное, хватит. Если будут вопросы, обращайтесь с удовольствием, отвечу на ваши комментарии, на ваши запросы в соцсетях. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...